Стартовала молодежная экспедиция на лыжах к Северному полюсу. За неделю участники собираются преодолеть 110 километров по ледяной пустыне. Вместе с ними в путешествие отправился министр образования России Дмитрий Ливанов. Подробности у Ильи Косторнова. В экспедицию на Северный полюс отправились лучшие из лучших. Победители всероссийских и международных олимпиад. В команду попали семеро. Юля призер олимпиады по технологии праву. В этом году только заканчивает школу. Говорит, что подготовка к экспедиции уже само по себе серьезное испытание. Но главное умение работать в команде. Безусловно, мы вместе почти неделю работали, готовились к этому походу. Вместе шили крепления лыжные, вместе собирали вещи, помогали друг другу. Безусловно, дружеские отношения уже связались. Снаряжение, запас еды на долгое время с собой взяли около тонны груза. Путешественники готовы к любым сюрпризам, которые Северный полюс им может преподнести. Хотелось бы побольше испытаний. Больше переплывать, больше торосов. Возможно, увидеть медведя. Букобок с молодежной командой путь до нулевого меридиана преодолеет и министр образования Дмитрий Ливанов. Подготовку проходил с остальными участниками экспедиции. Вместе со всеми получал и последние наставления перед стартом. Сюда руку нахоп, через шланг, и там греют. На вершине планеты флаг своего региона поднимет каждый участник молодежной команды. Свои флаги есть и у Дмитрия Ливанова, Министерства образования и движения WorldSkills, чемпионата мира по профессиональному мастерству. Еще на Северном полюсе развернут знамя победы. Все это впереди, но в успехе экспедиции никто не сомневается. Мы преодолеем эти трудности. Команда сплоченная. Мы прошли цикл тренировок. Ребята, конечно, больше степени, чем я. Поэтому у меня техники пока иногда не очень ловятся. Но я думаю, что все постепенно войдет в норму. Мы обязательно придем все вместе с ними. Руководит путешествием полярник с мировым именем. Матвей Шпаро по Арктике прошел тысячи километров. Эта молодежная экспедиция уже восьмая по счету. Благодаря нашим экспедициям в России прибыло на 7,49 молодых полярников больше. И они становятся некими такими центрами, маяками, вокруг которых появляется волновое движение каких-то правильных ценностей. Правильных ценностей по поводу нашей огромной страны. Добраться до начальной точки пути едва ли не сложнее, чем дойти до самого Северного полюса. Из Москвы путешественники добрались до архипелага Шпицберген. Уже оттуда на самолете отправились на дрейфующую льдину. Отсюда с международной станции Борнео участники экспедиции начинают свое путешествие. Впереди целая неделя пути. Юные полярники через заснеженные торосы преодолеют 110 километров. На лыжах с тяжелым грузом из вещей и провианта они идут для того, чтобы покорить Арктику. И достичь самой вершины земного шара. Илья Косторнов и Андрей Потапов. Вести. Северный полюс.